Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для ShindaLife. Работает этот скрипт на DLL от Veradevs, то есть вы можете спокойно его использовать. Также там никакие функции в нем не лагают. Значит, чтобы получить скрипт и скачать сам чит, переходите по ссылке в описании на мой сайт. Он создан буквально недавно, прошла буквально неделя. Также здесь каждый день появляются новые скрипты, можете его использовать. Здесь очень просто получать скрипты. Также, как скачать Splash, я снял видео недавно, прикреплю ссылку в подсказках. Можете посмотреть, как скачивать, если не знаете. Значит, находится чит в эксплойтах. Тут есть Star и Splash. То есть скачивайте, какой хотите. И этот скрипт, который я сейчас вам покажу, работает на Veradevs. Значит, переходим в поиск, пишем ShindaLife. Либо просто можно Shinda написать. Вот. И на данный момент пока что есть два скрипта. Буду показывать вот самый первый. Где 75 скачиваний. Значит, нажимаем на кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И появляется скрипт. Как видите, это делается все очень просто. И никакой рекламы у вас не вылазит. Все, мы скопировали скрипт. А далее открываем Roblox. Потом открываем чит. Далее нажимаем на кнопочку Inject. Ждем, пока здесь CDLL проверится. Ну, буквально минуту. Может быть, чуть меньше занимает. В принципе, это недолго. Так, все проверилось. И сейчас должно заинжектиться. Смотрим. Так, короче, как видите, окошко появилось. Но, скорее всего, оно сейчас не пропадет. Такое бывает. Иногда зависает. Это ничего страшного. Значит, смотрите, что можно сделать, не выходя с игры. А значит, наводитесь на иконку Roblox в нижней панели. И через крестик вот это окошко закрываете. Далее еще раз нажимаете Inject. И со второго раза, когда получается заинжектиться. Как видите, получилось. Но, кстати, я рано заинжектился. Желательно сейчас в игру зайти. Потому что меня же будет перекидывать на другой сервер. Так, давайте сейчас зайдем. По идее, сейчас он должен сам переинжектиться. То есть, на другой сервер. Потому что нас сейчас перекинет. Так, давайте посмотрим. Довольно долго грузит. Но локация, в принципе, в Shandu Live довольно большая. Естественно, много весит. Так, и как видите, у меня вылетело. Окей. Значит, все-таки лучше инжектиться, когда вы именно находитесь на самой карте. Давайте я быстренько перезайду и покажу, как работает санскрипт. Все, я переразошел. Значит, заново открываем чит. Инжектимся. В принципе, если хотите, если вам удобно, можете заранее вставить скрипт в сам чит. И, как видите, в этот раз у меня получилось с первого раза заинжектиться. То есть, как вам повезет. Либо с первого раза заинжектитесь, либо с второго. А самое главное, то что этот скрипт работает на DLL от VRDevs. И работает очень хорошо. Сейчас вам покажу, как это все происходит. Активируем скрипт. Так, и как видите, он сразу же начинает фармить, убивать мобов получается. И происходит это намного лучше, чем я снимал прошлый ролик по другому скрипту. Наш in the life, как видите. Здесь также прокачивается уровень. Вот 279 у меня. Сейчас, по идее, должен быть другой. Помимо, получается, простых мобов, еще идет автофарм на боссов. Но боссы можно, в принципе, отключить, если хотите. Или, допустим, фарм на мобов отключить, допустим. Так, давайте, допустим, автофарм на мобов отключим. И посмотрим, как будет работать на боссе. Если же он, конечно, есть. Ну, скорее всего, его уже убили. Так, ладно. Не знаю, почему функции, кстати, сами включились. Очень странно. По идее, они не должны были включиться. Но ладно. Вот, если у вас функции не включились так же, как у меня. Вот, можете посмотреть, как у меня было включено. У меня был включен автофарм. Автофарм боссов, лук камера, адмоб, трансперности камера и атак. Далее, последнее, это автоколлект скролл. Вот, что у меня было включено. Давайте это все попробуем выключить. Я особо не тестировал этот скрипт. Но давайте посмотрим, что он из себя представляет. Функция авторанг. Включаем. Не знаю, что именно здесь за ранг. Но, допустим, включим еще атаку. Пока что ничего не происходит. Ладно. Окей. Я не разберусь точно, потому что в Shindelife я не играю. Не понимаю, что здесь за ранг вообще такой. Что он вообще делает. А, scroll fitter функция. Это получается... Скрыть... Либо какую-то функцию, либо еще что-то. Но что-то он скрывает. Точно я не знаю, как это переводится. Вот. Далее, какая функция не была еще включена? Автофарм. Силент. Давайте посмотрим, что это такое. Будет оно вообще работать или нет? И, кстати, как видите, другие функции почему-то сразу отключаются. А также можно выключить кулдаун. Если хотите. Все, мы его выключили. Или включили. Не понял. Ладно. И автофарм какой-то силент почему-то не происходит. Возможно, все-таки мобов на карте нету. Мы довольно быстро всех мобов убили. И сейчас их, наверное, искать придется. Либо ждать, пока они зареспавнятся. Не знаю, как точно здесь с мобами происходит. Ага, а кулдаун я больше не могу выключить или включить. Странно. Также вы можете дистанцию выбрать, килл аура и саму дистанцию. Килл аура это, короче, штука, которая наносит дамаг мобам. Дистанция. Но это получается, думаю, вы знаете все это слово. Это на каком расстоянии вы будете ударять мобов. То есть нужно ударять именно на том расстоянии, чтобы до вас не доходил дамаг. Но, которое здесь расстояние написано, оно в принципе нормальное. Дамаг не доходит до вас, как вы могли заметить, когда я начал фармиться. Так, ладно, давайте включим функции, которые у нас были включены до этого. И посмотрим, начнется фарм или нет. Ну, странно, почему-то фармить не хочет, не знаю почему. Но предположение есть, потому что мобов на карте нет. Либо же они просто не респавнятся по какой-то причине. Но самое главное то, что он работает очень хорошо, скрипт. И самое главное то, что работает на DLL от VryDevs. Так, ну давайте еще немножечко подождем. В принципе, здесь вроде бы по функциям особо больше ничего нет. Также, как видите, в этом скрипте можно что-то редактировать. Какую-то маску делать. А, нифига себе, это типа я в самом чете могу своего персонажа менять. Реально, смотрите, я маску меняю, она меняется. Не знаю, как точно вам это показать, но она меняется. Круто. Давайте еще что-нибудь поменяем. Все, давайте, допустим, поменяем то, что можно. И посмотрим, поменяется или нет. Ну, лично как я замечаю, по-моему, меняется. Да, нифига себе, прикольно. Очень полезная, кстати, функция. И здесь, в этой функции, показывается анимация бега. Спереди, как вы бежите. Это, короче, сделано, получается, специально, чтобы видеть, какой у вас скин. Ну, слушайте, вот эта функция крутая. Я ни в одном скрипте такой функции не видел. Отлично. Так, ну, почему-то не хочет больше автофарм работать. Все-таки у меня предположение то, что больше мобов на карте нету. Так бы он заработал. Но, как видите, автофарм больше не идет. Скорее всего, я их всех убил, и все. И больше они почему-то решили не появляться. Поняли то, что я играю с читами, либо просто я сильный, и все. Испугались, больше не появляются. Ну, короче, ладно. В принципе, я думаю, вы поняли то, что скрипт реально очень крутой. Пользуйтесь моим сайтом. Ссылка, повторюсь, то, что будет в описании. Буду, в принципе, на этом и заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи. И пока.